всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я сегодня хочу вас вам рассказать немножко о себе я и так хотела рассказать где-то думаю поснимаю что потому что подписчиков увеличилось чтобы немножко узнали кто я такая и где живу но так как уже хозяйка канала сама себе хозяйка людмила передала мне эстафету кто-то там с девочек выдумали такую эстафету что рассказать о себе о своих интересах я я не против я за любой кипиш кроме голодовки поэтому давайте я с удовольствием познакомимся зовут меня татьяна мне 49 лет я проживаю в городе какие лично берегу вятки очень красивая река это кировская область кто не знает где это находится это между москвой и уралом все все через нашу кировскую через кира все у нас проходит все поезда с той стороны запада то есть на восток и наоборот а у меня двое детей оба ребенка уже взрослые дочери будет декабре 30 лет и 22 года будет в январе сына мужа моего алексея многие на видео видели поэтому знаете его у нас свой домик небольшой держим в небольшое хозяйство немножко земли девять соток вот ну и все работаем а муж сейчас работает в лесу но он в принципе работал всю жизнь или в животноводстве или в лесу ну то есть на лес на лесопереработки или вообще на валке леса у нас понимаете у нас здесь у нас здесь больше работы то нет если честно вам сказать у нас здесь ели животноводство или лес а больше ничего толком то и нету я работала ну где только не работал боже мой и работала в доме культуры директором дома культуры кстати образование получила там же значит потом работала в животноводстве людочка как-то сказала стыдно мне нисколько не стыдно я работала и дояркой я работала и бригадиром вот потом переехали в котельнич стала работать здесь уже на лесной на переработке леса потом ездила занималась выездной торговлей продавала вещевых кстати мне очень нравилась эта работа и может быть даже меня кто-то узнает очень мне нравилось ездить потому что едешь по россии так узнаешь много нового тем более так люблю общаться с людьми что это работа вну правда доставляла мне наверное больше всего из всех занятий которые у меня были удовольствие вот особенно нравился мне белгород курской привет если кто меня оттуда слышит я так любила бывать в ваших местах это просто что-то с чем-то мне так нравились люди из и даже меня узнавали всегда приходили ну вот что вот сейчас вот мы живем здесь живем здесь в пригороде что из хозяйства остались куры немного кролей а летом может быть все если хорошо заведем птицу а так кроликов убираем кроликов убираем по двум наверное причинам потому что во первых у нас негде взять здесь зер кормов негде здесь кормов взять потому что вот нынче было такое лето жаркое не росла трава мы замучились кролики полуголодные были потому что нигде не могли найти травы рядом вся трава и то все было выкашено поэтому я так не могу скотину голодом держать вот у меня мы решили убрать по этой причине раз и по второй причине у меня пошатнулось здоровье здоровье пошатнулось решили убрать потому что нет здоровья ходить за птицей ходить легче чем за королями вроде о себе все рассказала где работала о я уже все где работал рассказала увлечение хочу какие увлечения дом работа работы ум все вот все мои увлечения значит ну вот сейчас начнется весна вот будет будет увлечение ее много увлечения на все лето вот таланты 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 какие-то ланды нет у меня никаких талантов человек как человек обычный талант нет ничего летом я занимаюсь огородом значит что мне много ну ну мне это нравится огород это все для меня я не знаю кто как я там отдыхаю вы понимать я физически возможно сильнее устаю а вот морально я отдыхаю я на всю зиму всегда запитываю с энергии с лета вот с этой земли я мне вот это все нравится и когда я начинаю выращивать мне нравится смотреть за тем как это все растет я за ними хожу как за малыми детьми я очень переживаю когда растение где-то что-то не получается где-то приболели кому-то холодно кому-то жарко ну просто вот я я я за всем хожу и и мне нужно каждое растение контролировать самой вот поэтому хотя это тяжело я и физически морально я очень переживаю но это для меня услада душевная если так сказать мои страхи ой страхи только наверное два на данный момент наверное два уже да так вот получилось что теперь уже два с возраста во первых я боюсь потерять родных я хочу чтобы все были живы и здоровы и хоть как но живите хочется чтобы жили хорошо но если вот именно дело идет а именно вот разговора о страхе то хоть как ой извините то хоть как но живите ну и второе это я боюсь за свое здоровье сейчас вот никогда не болела начну с того я никогда не болела ну там господи простудная я не считаю в больнице лежала наверное только дорожала а так вообще никогда не лежала в больнице и для меня вот это вот то что середина сентября начала болеть для меня конечно это шок середина сентября начала серьезно болеть сначала поставлять о квинке потом сейчас уже гормональный отек пошел потому что перекололи гормонами в общем многие кто меня знают наверное заметили что у меня был сильно отекшее лицо у меня сейчас еще до конца все это не прошли эти отеки может сказали через полгода сойдут но но самое что у меня заболела нога и вот связи с тем что у меня очень сильно болит сустав я конечно ходила в больницу я это я не запущу не запускаю я хожу в больницу насколько возможно потому что в нашей больнице делать конечно ой но совершенно ничего не знаю может врачи по пальцам можно засчитать к вам можно обратиться вот поэтому сейчас вот в область в области мест нет вот только в конце декабря и поэтому вот у меня страх за то чтобы я стала ходить хотя бы поэтому я немножко затянулись видео пореже снимаю потому что девочки милые дорогие мальчики мне но тяжело я с работы приду суток и мне вообще как бы тяжело бывает с ногой от отхожу очень долго пью обезболивающее и для меня как бы стало видео снять немножко проблемно но я не хочу загружать никого я поэтому никому ничего никогда не рассказывала что я болею один раз было это потому что думала что положит меня в больницу нужно было предупредить а так я не говорю что у всех своих проблем хватать еще я сейчас выйду здравствуйте я болею все нормально вылезем вылезем духом падать никогда нельзя какие качества нравится людям в людях какие качества нравится открытость мне надо чтобы человек был открыт чтобы он со мной разговаривал нормально не 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 строя себя что-то просто как бы и откровенность и преданность хочется чтобы ну да вот чтобы доверять доверие вот если все это будет в человеке все остальное все остальное будет все нормально так какие качества не нравятся вот тут скажу сразу я не люблю ложь я раз своих детей приучала к этому ну знаете как и взрослые дети бывают да там на плетут я всегда говорю в любая любая но правда никогда мне не в реке никогда если мне человек раз соврал все доверия не будут к этому человеку никогда у меня больше никогда не в рите любая но правда не важно какая или если не хотите говорить правду просто промолчите умолчите я же не пытаю просто вообще ничего не говорите или говорите мне правду и еще не нравится в людях когда человек находится не на своем месте меня вот это убивает для меня это как красная тряпка на быках если ты продавец ты должен общаться с людьми будь будь другом тогда нормально да веди себя разговаривай все остальное обслуживай народ улыбайся одень на себя улыбочку то если ты не хочешь это дома что-то случилось но это меня-то это не касается никого другого это не касается правда я пришла в магазин меня должны нормально обслужить на меня начинает грубить все у меня реакция мгновенная я сразу стою на дыбы сразу же и сразу же у меня в ответ все я сразу начинаю тут точно также к человеку как ко мне или требую чтобы меня обслуживали на должном уровне могу докопаться до чего угодно вот если на то пошло если ты врач что ты должен лечить и отношение к людям должно быть именно врачебное если вам что-то не нравится не нравятся люди не нравится общение с людьми уйдите проблемы так и идите вон в лес там зайцы с лисами волки вот и все вот все что мне не нравится в людях все остальное это ерунда там характер такой не такой да господи мы все разные что нам характер характер это ерунда я так считаю мое любимое блюдо нет его блюдо любимого у меня нет точно у меня есть любимые продукты давайте вот так на это мясо это рыба это овощи это фрукты вот это то что я люблю сейчас скажете ой вы печете много мука да вот выпечка да как бы пику много очень много пику и очень часто пику потому что родные мои любят выпечку а может без нее вообще не кажется не проживет но я выпечку не очень кушаю я еще не сладкую выпечку ем а все что сладкое то торты пирожные печенье дальше что там можно пироги сладкие я это ничего не люблю я кусочек могу съесть это очень редко а уже говорить о том чтобы кушать допустим там конфеты шоколад я это вообще не ем поэтому я сладкое не люблю я люблю все такое из мяса из рыбы люблю морепродукты и вот из всего из этого я люблю готовить когда есть из чего вот бывали времена когда не из чего было готовить вот еще вернусь к тому что там да как и как я жила вот угораздило меня дочь родить в девяносто первом году когда все по талонам пустые полки сына родить в двухтысячном году когда вообще не платили зарплату и все вот эти тяжелые периоды жизненные да нужно было как-то выживать ну как выживать выживали конечно своим хозяйством хорошо что оно было это хозяйство и как-то не ощущалось за эти годы такого голода что мы прямо голодные сидели голодные не сидели но нужно было из того что есть и что нельзя было больше ничего купить что-то слепить приготовить подать на стол и причем разнообразно вот там вот да там фантазия конечно работала и голову надо было включать поэтому дочь мне сказала что ты мам из ничего можешь накрыть стол ну да возможно что из очень дешевых таких продуктов я могу сделать праздничный стол накрыть легко вот так что дальше на жаворонок или сова жаворонок однозначно я очень рано встаю очень-очень рано зимой я мы еще могу немножко дольше поспать это я не не сплю если это телефон возьму там в телефоне уже копаю слежу а летом нет я в летом на ногах очень рано в 3 в 4 у нас только солнышко встало все я уже на ногах не просто не уснуть во сколько бы я не легла я все равно стану очень рано моя мечта скажем скажем так одна из мечт это внуки я очень хочу внуков а у меня никак не хотят моих детей пока детей и пока вот я без внуков внуков хочу это моя мечта это все уже у меня уже вот тут все кипит мне уже хочется прижать хочется целовать хочется ласкать хочется баловать ну вот уже все все хочу 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 не могу вот это моя мечта 2 мечтам блин я даже не знаю наверное камеру сейчас хочу на данный момент так как увлечение тут у меня началось вот с youtube хочу камеру любимые напитки все пью пил все не люблю кисель какао давайте вычеркнем лучше да не люблю кисель поэтому никогда его не варю не люблю какао вообще никак молочку не 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 люблю не ем сейчас покупаю очень-очень редко молоко которое мне как бы вот понравится потому что наверное держали свою корову поэтому вот то молоко у меня вкус вот остался генетически наверное заложен а вот это молоко я просто не перевариваю его вот поэтому молочку ем редко если из этого то йогурт или кефир и вот кефир пил а так вот ну и все остальное пьем все что наливает все пью так ну и ну и вот и все мое увлечение сейчас за недолгим временем стала youtube хочется конечно побольше подписчиков я конечно под расстроилась я как-то шла 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 у меня было такое настроение вдруг бац у меня стало очень мало просмотров и очень мало подписчиков не знаю в чем причина если вы знаете что то вам не нравится вы пишите в комментариях я вообще критике отношусь очень хорошо к реальной критике они просто надавить человеку испортить настроение а реально реальная критика что допустим вот мне это не нравится это не нравится я прислушиваюсь очень хорошо к этому и стараюсь это исправить вот у меня вконтакте давно Ну, страничка, много подписчиков ВКонтакте, которые, ну, как бы это подписчики реальные, а не просто набратые, да, со стороны любого. Нет, я со всеми людьми, как бы, стараюсь просматривать страничку, прежде чем взять друзья. Потому что просто так мне друзей подписать, мне не надо. Я смотрю на человека, если человек действительно заинтересован в моей страничке, тогда я, конечно, беру в друзья, заходите. Я внизу оставлю ссылочку под видео на страничку ВКонтакте. Оставлю на мою группу ВКонтакте у меня есть, заходите, пожалуйста. Можете там писать мне всегда в личку, то, что прочитаю только я. Да, и вам отвечу, пожалуйста. Оставлю ссылочку на Одноклассники, да у меня и так ссылки эти есть, но если кто-то не это сама, то я еще внизу оставлю. Кому хочу передать эстафету? Кому хочу? Хочу кому? Не знаю, выбрала вот три канала. Не сидим без дела. Айда в деревню. И Свеклана Мендусь. Мендусь, не знаю, правильно ли произнесла ударение. Ссылочки тоже на все три канала оставлю внизу. Переходите, заходите, посмотрите. Так тоже молодые. Я все каналы указала молодые начинающие, потому что, ну вот как-то я уже понимаю, что очень сложно пробиться через этот большой YouTube, тем более людям в нашем возрасте уже, да, как бы когда с компьютерами мы находимся на вы, а не на ты. Конечно, сложновато это все, но, как сказать, мы же стараемся, не унываем духом. Ну вот, все вроде о себе рассказала. Не знаю, понравилось вам или нет. Надеюсь, что понравилось. У меня елочка горит, видите. Мандарин стоит, мужа, мужа мандарин стоит, он сзади меня, вот, который у нас жил на улице в теплице в помидорной, а потом вот переехал сюда, он живет, растет, не привитый, поэтому плодов нет. Не знаю, все, все, хочет муж купить мандарин такой с этими, с мандаринками и привить. Вот. Ну, что вам сказать напоследок? Что сказать? Подписывайтесь на мой канал, заходите в гости, пишите мне в комментариях, пишите в ВК. Я всегда на позитиве. Если что-то вам не понравилось, что я тут рассказала, ну уж извините, скоро Новый год, поэтому я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я советую, нарядите сейчас елочку, тем более, если она искусственная, как у меня. Повесьте гирлянды, там снежинки, еще что-то. Ну, немножко создайте настроение Нового года. Вечером зажгите свечи, чтобы у вас появилось такое новогоднее сказочное настроение. А я в конце ролика вам еще немножечко покажу природу, там вставлю. Чуть-чуть снимала. Вот сейчас вот сказочная такая у нас изморость прямо, очень-очень красиво. Вот, заходите в ВК, я там выложила фотографии, выложу еще. Ну, как всегда в конце видео, я всегда говорю, я вам желаю только всего самого хорошего, самое главное здоровья. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока. У нас морозец, но красота неимоверная. Смотрите, это я на работе. О, солнышко играет. Птички вон сидят, морозец такой, небо ясное. Немножко облачков есть. Вот такая вот красота у нас. Ёлочки здесь в снегу стоят. Снегу подвалило тут хорошо. Так, видите, уже тропиночки прогребены. Вот так вот. Зимой красиво. И изморость, смотрите, сверкает прямо вообще. На солнышке очень-очень, не знаю, камера, наверное, не передает это. Но когда смотришь, глаз не оторвать. Приближение Нового года чувствуется. По крайней мере, Дед Мороз уже посеребрил деревья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»